идемте ближе покажу эти он там замазал чем-то это это какой-то клей до димочка клей у нас эти кусочки были вешать я думала он будет делать повыше что-то будет выступать а он сделает мужчины меняются как перчатки 100 дима то вы видите по инструменту что приехал наш русик вот он такие тут какао подкрывал у него такие какао есть и это для затирки швов мочалочки всякая тут ерундистика ну как русичка получается ой как ты шоколадно тут мажешь шоколадных дел мастер подавится шоколаде дай боже и посмотрите это шоу вот этот я думала там за цемент от это шоколадная расшивка ой какая красивая мозаика получается у меня много серых с железом вот что нам мешало уберите такие точно нутелла а покажи чем-то интересует а вот такая штучка вот так оставить такой пенаж красивый такой знаешь как говорится срала мазала и глины не хватило а черненькие волны красивые слышишь русичка вот смотри саша питал вот тут все лучше белый да 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 потому что воно то если бы не волна то оно было бы нормально ага ага я поняла все надо наверное будете какую-то тряпку дать потому что тряпок там куча не нужно тряпка нужно будет как оно высохло и сухой тряпкой снять вот этот налет а потому что мокрый ты его не домовишься потому что всегда будет налет оставаться слушаешь руси а воно все полный покрас и воно вимиется вимиете да не сразу я же скажу по мокрому не вимиешь никогда как засохнет останется такий ну налетик почти как на коренах стоить стоить и богу молоть часами а ты твой пенопласт под колено ну ты ж на холодном полу стоит на холодный горячий прямо вошелить и кулина да хорошо небольшой такой шовчик маленький здесь классно а потом он так засохнет и ты будешь остырать да а через полчаса уже прям вот эту штуку надо снять в течение часа все ясно и потом будешь пол до делать ручки ну все таки ты тут занимайся мы поехали у нас руси хозяин тут остается кто приходит скажи что все я купил этот дом тут других хозяева руси а понял вот так и все ну цена до терпения конечно цепь такому втики руси саша я так и не роблю терпение очень быстро меня покидает нас казалось бы такие манюсенький шовчик чтобы ничего не залезли за залазишь конечно руслан буты руслан буты впихивает цель вина цель у нас электрик почти клиент сэмми я робот вот таким нас мужики я никогда не подумал я думал это просто черный цвет а на шоколад но я буду темный так все ручки мочалочки распечатала надо были русланчику посмотрите как красиво расшился и получился под шоколадом файма правда но руслан головками смыть не надо сутки мы выделили ну красиво правда и плиточка тонкий тонкий шовчик шоколадный его прямо даже так и не видно вот он такой хороший цвет как мне нравится еще руслан обрадовал меня потому что эта плитка старая видите какие здесь уже швы тут тоже была расширка на кого умывалась такие некрасивые а он попробовал вот делать расти на разгрессовку смотрите как хорошо смотрится с этой расширкой вот эта плиточка расширка вот она вот тут вот она она даже не так сильно будет видно посмотрите на уток какая ужасная да и на вот это будет красиво это мы будем все с сашей делать сами руслан уже уехал свою работу он закончил мы завтра саше с утра купим то что касается красить багетов ну будем завтра красить это все застелим тут все что приближаемся к финишному концу окну что все саша все погрунтовал выйти по заклеиваю что мы немножко домазывали димка чуть до край не дошел когда там будет багет а я там багетный перекрыт поэтому саня немножко намазывал но вот такие тонкости саша конечно не любит его немножко не умеет и делать поэтому там трошки больше трошки меньше но никто тут стрелять не буду по заклеивал окна все сегодня мы будем красить стены и красить потолок это все сейчас застелим потому что здесь потолок по моему будет два раза говорил ну димка рассказывал ему а там один раз перекроем все ничего не видно нигде все ровненько все хорошо это уже снимаю найти для себя чтобы потом сесть и посмотреть какую работу мы сделали честно говоря уже так надоело эта кухня так надоело шума как-то уже все медленнее и медленнее делаем вот видите там где белым тем что шпаклевал потолок димка как-то белее да но это он просто подравнивал стены идеально идеально поштукатурили и саша и руслан тонн так подводил кое-де но это все закраситься тем более тут олива будет поэтому это не страшно так саша вот размешивает краску а то в двух ведрах видите та белая это прямо с новобезной вот мы соединим две и будет шикарно и тисок окраска если нить тут сюда они в больше ведро там журнал останется мы за крым то диха в наше лежить больше ведро это выливай с меньшего а это для корма для рибалки в виде и дырочку перемешу и до свидания вити миксер как подходят что-то махты вот так и хорошо саша приготовил сейчас будет красить он уже все здесь на кухне по грунтовал потолки и стены видите вот поклеил эту желтую полосочку чтобы не замазать кафель но еще немножко подделал видите вот такое тут коряво это саша делал ну что-то ставил оставили дырки димка честной зарубы тут будет конечно этот как он называется такой вот плентусок но надо чтоб там было не было щели поэтому саша здесь и здесь сам прошел там видно где и видно эти стены идеальные вот такие белые как развод это потолок димка делал и чуть-чуть помазал стены стены вот как первый раз он сделал так они есть все он погрунтовал и сейчас будем красить это два раза а этот потолок раз мы будем смотреть как она будет проявляться и что он нам покажет но мы же не покрасим мы сейчас докрасим вот сюда два раза потом это будем это двигать шкаф потому что мы там не закрасим так что я вас умоляю все оно выгорит на солнце все будет нормально наша краса сейчас и мы с ним разговариваем что знает жадный два раза плотится точно вот мы пожалели те 800 гривен и теперь мы будем хлопать ушами во первых плохо что-то нас закрашивается потом вот здесь вот врачок видите тут надо было зашлифовать человек который делает он делает вы заплатили сумму денег и требуете что подожди вот это не годится вот это надо дошлифовать а вот это нужно до это а так что мы сказать ладно мы сами а сами мы же небольшие специалисты поэтому будем выходить почему я говорю что пока не закрасим да все таки лучше где-то не пожадничать но когда уже готовая вся работа вы с мастера можете требовать вот это мне не нравится почему так и он будет исправлять а так мы он нам только поштукатурил все остальное мы сами будем затирать сказали будем грунтовать и красить ну немножко проблематично но я саша успокаиваю господи в тысячу раз лучше чем было будем перекрашивать он каже краска редковата саша краска нормально мы и выливать не будем о чем мы будем покупать новую выбрасывая эту будем красить и краски много хватит все будет нормально у саши тяжелейшая работа он бедный приклеивает вот эти все эти цена сколько терпения надо ну как это называется саша фигня багеты багеты каждая саша посчезли вон и очень тяжело подрезать у нас нет этой приспособы понимаете но очень красиво не поможет идеальные были это если что-то новое а разве тут не идеально они же вывели так как они что там вот гипсокартон он прибивал а вот тут саша пальчиком бочер там дырочки дружки стены замазываю все ничего страшного по по красному но красиво видите какая красота вообще очень здоровский этот цвет стен смотрится просто замечательно мои хорошие вам пообещала что уже ремонт будет показаны на медведу видео только когда все будет готово мы продолжаем сегодня наша задача побелить на кухне пол и потолок а для этого что нужно сделать сейчас мы бить белим вот эту всю зону потом шкаф отодвигаем я там все перемываю моем стену моим внизу кафель затираем чтобы его там разрисовать как я вам говорила и шкаф уже станет эту нишу так ну что саша уже белье то я сейчас одерну косынку и не надо кисточкой это все арестовать косынку тебе какую-то шляпку на голову не знаю что у вас опять заряпает какой-то старый картузик и буду сейчас а ты кисточка у меня самичек потому что мне самое тяжелое такое вот знаете что а потом уже шкафчик отодвинем покрасим варите китал вы мою эту стену пол хорошо и сюда шкаф двигаем потихонечку уже начинаем договориться так хорошо у нас тут мы эту сторону уже закрасили все чек-мардер ну как-то знаете не очень хорошо ложится краска вот а бог с ней боже мой как было и как сейчас есть краску вы купили новую такая белая хорошая меня с ней забудет я спрячусь и краси тут доступно мне в этот угол поэтому я тут как поставится уже это будет она тут уже стоять мама не горю уже вали прямо плотно и не подходит туда ну все работаем самое страшное это не та работа самое страшное это со шкафов все доставать спасибо вчера серёга помог перетащить этот комод стол то мы сами такое тяжелое ребята я думаю что там такая а там же бутылок не с водкой то бальзамик то уксус то соевый соус то короче полная полка этих бутылок они ж тяжелые понимаете все мои хорошие вы сидите а нам надо работать как ни крути а работать надо почувствовать спинку ему крылья его ну что закончили мы потолок вот как он есть так он и будет помыли там сзади и сейчас саша виде зачищает плитку и шов видите какой вот некрасивый такой какой-то разный а так он зачищает и наносит ну как как это называется сажу затирку он конечно не очень но все равно освежит это плитку там в углу сделано видите как красиво так что последнее издыхание нашей работы еще останется вот помыть этот смотрите на дедушку как уже краска пообдиралась а все равно работы все равно работы за печка будем мыть но это уже после русана потому что двигать вот это все уже честно говоря надоело просто надоело так что все время говорите алла ну когда вы уже покажете ремонт окончания да я не знаю все выдрали сашей но все вымыли все по вычищали все приезжает руслан а нам же надо для как он называется конвектора бить дырку начинают бить дырку его пиццкосила вы можете представить себе что такое вот такая дырка насквозь насквозь какая была пыль какая-то и тряпку положила чтобы она она уже высохла чтобы отсюда не несло от эту пыль пока месяца саша будет уже бетонировать там все но никак я вам не могу показать окончание ремонта потому что смотрите ну да вы слышите что штора новая начатутся уже близится до близится к концу но я хочу вам уже общий вид по детально вы уже все сложили как говорится кубики в один пазл но весь ремонт хочу вам показать целостности вот видите там даже наверно сашу видно так что вот такие девушки следующим этапом вот сегодня залила полностью смотрите плиту все меня откисает отмывает потому что нужно вымыть плиту и вымыть вот эту стенку дедушка холодильник уже стоит на старте прямо близенько-близенько возле двери он выйдет и будет жить на улице да вот такая же жестокая выносим и будет жить пока на улице потому что мы хотим его уже отвести как говорится на базу металлолома но он еще работает работает и морозит хотя бы намораживается но все равно дедушка уже стоит на выходе здесь у нас уже для нового холодильника стоит ниша куда мы поставим новый холодильник моем вот эту стенку все это перетираем саша мне эту перекладину вешает выше потому что здесь у нас будет мойка вы видите вывод так что дедушка холодильник уже на низком старте ну пока ряднушка та же самая пол вы видите как вот саша затер плитку все все как говорится близится концу люстра вот такие у нас все три ну а общий пейзаж вы уже увидите очень очень скоро продолжение следует самое продолжение то которое вы все все ждете что же у нас получилось как мы долго мучились и что у нас получилось а если долго мучиться обязательно что-нибудь получится хотя бы знаете что что песни петь вы видите какое эхо распрягайте хлопцы коны тай лягайте спочевать а я выйду в сад зеленый сад крыныченьку копать маруся раз-два три калина чернявая девчина вот так если даже ремонт не понравится у нас хорошее помещение для пения песен пока пока